Первое, второе и компот. В столовой школы номер 22 всходнее обеды всегда плотные и сбалансированные. Белки, углеводы и полезные микроэлементы в каждом приеме пищи. К завтраку повара готовят каши из овсяной, гречневой, рисовой и пшенной крупы. Пекут творожную запеканку и делают бутерброды с маслом и сыром. Каждые несколько дней меню меняется. Детей стараются кормить не только вкусно, но и разнообразно. Питание детей в образовательных учреждениях находится на особом контроле как со стороны управления по образованию, так и со стороны родителей и органов, таких как Роспотреб, Министерство образования, Министерство сельского хозяйства. Лично убедиться в качестве блюд из школьной столовой пришли мамы учеников. Попробовали все и остались довольны. Переживать за сытость своих детей теперь не придется, ведь в школе готовят так же, как дома. В целом остались довольны качеством блюд и по наполнению, и по объему, и по разнообразию. И хотелось бы, чтобы в течение учебного года оно именно таким и оставалось. Родители химкинских учеников регулярно проверяют качество блюд и сбалансированность школьного меню. Благодаря питанию у детей должны появляться силы для изучения нового материала. Потому, шутят мамы, столовая едва ли не самое важное место в школе. Родительский контроль – это одна из важных процедур, которая осуществляется в школах, и не только в школах, но и в детских садах, во всех образовательных учреждениях. Это повышает качество и также уровень приготовления блюд. Школьное меню во всех учебных учреждениях округа составляют в соответствии с требованиями детей и их родителей. Кроме того, учитывают индивидуальную непереносимость и аллергию на определенные продукты. Для детей, имеющих острую реакцию, предусмотрена альтернатива. Андрей Липанов, Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.